Друзья, всем привет! Вы на канале Зооком Клуб. Я Евгений Рыбалтовский. И сегодня мы с вами поговорим про лягушек. Таких долгожданных, которых все ждали и просили про них поговорить. Сегодня поговорим про украшенных бычьих лягушек, про украшенных узкоротов. Калоуля пульхра. Дело в том, что сейчас заканчивается зимовка у калоуль. Они довольно долго сидели сухо и прохладно. И сейчас нужно выводить их из зимовки и мы попробуем их немножечко стимулировать. Дождик начинается. Я сегодня еще не трогал никаких амфибий. Я всегда говорю, лучше амфибий трогать в перчатках. Но калоули, когда их копаешь из земли, они такие мягкие, что даже тонкие перчатки не всегда позволяют их ощутить. Поэтому для безопасности я буду сегодня без перчаток. Но делаем вот так. Знаете, что это? Это чистейший спирт. Самый-самый-самый чистый. Делаем вот так. Руки. 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 Как у хирурга. И вот теперь... Минута просохнет, чтобы лягушки не опьянели. И вперед. Начинается весна. И наши лягушки могут размножаться. Так. Все это не так просто. Вот одну я уже нашел. Вот она. Вот она. Смотрите. Великолепнейшие. Красивейшие. Очень толстые. Очень яркие. Да? Сейчас она еще в земле. Только что покинувшая землю. Вся в песке. Но если мы ее посадим в воду, она станет гораздо более яркой. Чудесные лягушки. Очень красивые. Но имеющие некий, может быть, не очень большой, но все-таки минус. Они громкие. При разведении эти лягушки очень громко кричат. Они же не зря названы бычьими лягушками еще. Да? Потому что их крик похож на мычание быков. Вот у нас один. Это у нас самка. Посмотрите, горло светлое. Это у нас прекраснейшая самка. Сейчас посмотрим еще. Я не всех еще достал. Часть уже вынута. Они большую часть жизни, смотрите, прям оранжевая. Прямо оранжевая, круглая, прекраснейшая. Да подожди ты. Дай я тебя поверну. Дай я тебя поверну. Кто ты у меня? Ты тоже самка. Ты тоже самка. Толстенькая, яркая. Посмотрите, какая. Не уходи, не уходи. Дай людям на тебя поглядеть. Очень красивые. И задача попробовать их развести. Что будем делать? Будем сажать в воду. Да? Пойдем? Все уже подготовлено. Идет дождик. Положены коряги, положен камень для того, чтобы лягушки не утонули. Важно помнить, что на нересте, если не делать выходов для лягушек, они действительно могут устать и утонуть. И идет дождик. Дождик сделан очень просто. Вот так. Нерестилища делаются довольно легко. Вот обучающее видео, да? Как нерестить лягушек. Сажаем наших лягушек. Я решил особо не выдумывать и собрал их всех. Значит, здесь сейчас у нас пять калоуль. Сверху, смотрите, это огромнейшая самка. Промыл. Да? Слегка промыл. И сейчас буду смотреть, кто же у меня пойдет на нерест. Какую пару или какую группу я посажу. Я не думаю, что надо сейчас сажать всех. Наверное, стоит посадить самку и двух самцов, например. Надо выбрать самых-самых достойных. Понятно, что эта самка большущая, толстенная, красивая, которая видно, что просто набита икрой. Наверное, вот ее обязательно. Вот она, какая у нас красавица. И прямо на руки выходит самец. Глядите, какое черное горло. Великолепное. Черное горло. Вот он. Сажаем этого самца. Кто у нас еще есть тут? Это самка. Это самец. И вот этот у нас. А вот это я даже не очень понимаю. Скорее всего, самка. Сажаем. Ать, 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 ать. Какие вы веселые сегодня. Все. Посадили. Выбрали группу. Два самца, самка. Ну, а тех, кто не будет сейчас принимать участие в размножении, выпускаем обратно. Пусть пока спят дальше. Но ведь потрясающие лягушки. Какие они, даже не знаю, как сказать. Милые, необычные, интересные. После зимовки нужно стряхнуть с себя старую шкурку, полинять. Часто такое бывает, что лягушки после зимовки первым делом линяют, а потом уже задумываются обо всем остальном. Да, калоули, конечно, невероятные. А этот-то самец какой красавец. Вы только посмотрите. Калоули – самый обычный вид, обитающий в Юго-Восточной Азии. Эта лягушка живет даже в городах и часто нерестится прямо в придорожных каналах, которые наполняются водой после дождя. И, вы знаете, я многие годы относился к этой лягушке как, ну, к такой не очень интересной. Потому что во время экспедиции видел ее очень много. Вот действительно очень много, тысячами. И она была для меня уж очень привычная. Но, знаете, время идет, возможностей не всегда становится больше, тем более сейчас, когда все закрылось. И я вдруг понял, что я так давно уже не видел украшенных узкоротов, так редко они попадают теперь в руки, что когда мой хороший товарищ, наш прекраснейший художник Саша Астрошабов вдруг сказал, «А вот не хочешь ли подержать калоулю?» Я решил, что «А почему бы и нет? Посмотрите, какая классная». И да, уже было одно разведение, но, к сожалению, у меня молодняка не осталось. Ну, так получилось. Поэтому прошла хорошая зимовка. И снова нужно попробовать их развести. Тем более, что не за горами питерский рептилиум, если он состоится. И я думаю, что многие хотят себе подобную фантастическую амфибию. Ну, согласитесь, они офигенские. Любопытно вот что. Они, конечно, ведут наземный, а то и подземный образ жизни. Но вместе с тем эта амфибия прекрасно лазает. И это очень странно. Она может залезать даже на деревья. Зачем она это делает, я до сих пор не знаю. Но я видел калоуль лазающих не хуже многих клапш. Казалось, при таком целосложении это невозможно. Но нет, калоуля очень цепкое существо. Итак, собственно, дождь пошел. Лягушки сейчас наберут воду. Поймут, что начался сезон дождей. Лужи наполнились водой. Пора размножаться. И мне, в общем-то, даже особо и делать здесь нечего. Сейчас дело больше за самими лягушками. Насколько они вас примут всерьез. И хватило ли им этой зимовки. Ну, вот это утро. К сожалению, икры еще нету. Но мы видим уже такой хороший, надежный комплекс. Самец сидит очень хорошо. Посмотрим, теперь задача самки. Для чего же все-таки классные лягухи. Изумительные. Ну, продолжаем надеяться, да? Самец прямо работает, работает. Очень аккуратно. Давайте посмотрим. Я поймал самое начало нереста. У нас две пары сидит. Я посадил еще одну самку. Яркая такая. Вы только посмотрите. Невероятно яркие, конечно. И вторая пара у нас там сидит. И я не знаю, насколько вы увидите эту камеру. Светлым показать или нет. Вот у нас по углам появляются первые-первые самые икринки. Самые первые. Но, вы знаете, прошло с начала дождя двое суток. Вот два дня понадобилось, чтобы самки наконец поняли. Вот сейчас вот эта вот большая нерестица у нас. Вот эта. Вот вокруг нее вижу икринки. А, воник, воник. Воник, воник. Воник, воник. Воник, воник. 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 Прекрасный. Прекрасный. Ребята, я очень рад. Супер. Вот так. Посмотрели на колоун. Ну, остается надеяться, что икра живая, да? Остальное будем наблюдать уже дальше. Так. Что у нас? У нас теплая водичка. Прекрасная теплая водичка. У нас нежный шампунь. Пунь нежнейший и купание ребёнка, да, ребёнок. Можем чуть-чуть поцепить и сделать водичку, чтобы была градусов, наверное, сорок. Опа! А вот она, красавица наша. Где там у тебя голова-то? Не видно голову. Ай-яй-яй, вот голова. Стой, стоим, улыбаемся. Да, да, вот так вот. И шампухой щедро! Нежный, нежный для щенков. Тарам-пам-пам, бам-барам. Тарам-барарам, бам-бам-бам-бам. Тарам-пам-бам-бам-бам-бам. Очень нежный для щенков. Наш шампунь был таков. Тарам-пам-бам-бам-бам. Так, ну-ка. Очень хорошо. Да? Ой, ты красавица моя. Молодец. 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 Очень хорошая, очень терпеливая. Мужественная. Да? Да, и чуть-чуть вот уши протру. Просто вот пальцем протру уши. Вот это ты себя все вылизываешь. Вылизываешь. А уши не можешь. Да, все-все-все. Не лижемся. Это хорошо. Ты молодец. Короче, подседу и вымылся. Смылить себя все. Смылить. Красота какая. О! А вот теперь и полотенце. Да? Все? Полотенце сейчас будет. Как вам? Ребенок в полотенце. Да? Ладно. Молодец. Банный день. Такой вот банный день. Красавица? Ну, красавица. Молодец. Все? Вот так.